Возможность получить интересную и востребованную профессию ежегодно привлекает в Солигорский горнохимический колледж новых учащихся. И это не только солигорчане. Александр приехал из Слуцка. Филиал БНТУ в Солигорске выбрал без особых раздумий. Заинтересовал прежде всего выбор специальностей. Со средним баллом в эти статьи 8,4 у юноши есть все шансы пополнить ряды будущих горняков. Не будет проблем и с трудоустройством. Практически всех выпускников прошлого года трудоустроил Беларусь-Кали. Техник, технолог горный хочу поступить, чтобы было все успешно на разработку месторождений полезных ископаемых. Были довольно много колледжей, в которые хотели поступить. Но именно этот приглянулся, потому что недалеко живу, буквально здесь в Слуцке, не так далеко. И специальности, на которые я бы желал поступить и учиться. Поддержала полностью. Я только за. Мне и самой хотелось, чтобы он тогда поступил. Просто я наводочку дала и мы сошлись в общем. И уже просто потом другие дальше уже не рассматривались. То есть еще перед Новым годом мы уже знали, что мы сюда будем поступать. Нередкость для колледжей семейные династии. В начале учреждения образования заканчивают родители, достигают успехов в профессиональной деятельности, а спустя годы с удовольствием поддерживают выбор профессии уже своими детьми. Егор Борисов, как и его отец, решил стать специалистом по обслуживанию горного оборудования. Родители выбор одобрили. Техническая эксплуатация машин и оборудования горно-добывающих производств, потому что мне это интересно. В принципе, я думаю, интересно работать в шахте. Поэтому я ее выбрал. Во-первых, у него была экскурсия в данное учебное заведение. Показывали учебные классы, лаборатории. Это его выбор. Плюс я сам заканчивал дневное энергетическое отделение и заученное тоже горное оборудование по этой же специальности. Горнохимический колледж в этом году набирает 250 учащихся по 9 специальностям. Тем, кто имеет аттестат о среднем образовании, предлагают освоить рабочие профессии – машинист горных выемочных машин и электрослесарь, а также получить среднее специальное образование по специальностям предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, эксплуатации оборудования горнодобывающих производств и для изготовления химпродуктов. Прийти учиться в колледж можно и после девяти классов на уровень среднего специального образования и получить квалификацию техника электромеханика, техника технолога, техника электрика. Популярностью у абитуриентов пользуются все специальности, отмечают в колледже. За первых четыре дня работы приемной комиссии подано 172 заявления, заполнены 78% мест. Это, наверное, наш кропотливый труд, учитывая то, что мы в течение учебного года работали все-таки с будущими выпускниками девятых классов, провели четыре, в общем-то, достаточно активных мероприятия, это день открытых дверей, приглашали учащихся, приглашали, проводили экскурсии, рассказывали про наши профессии, показывали базу, наши преподаватели показывали даже некоторые опыты для того, чтобы вот именно показать с разных сторон ту специальность, которая в принципе может быть учащегося заинтересует. Новшеством этого года для колледжа станет подготовка специалистов-целевиков. Заявку подал Микашевический гранит. Среди желающих обучаться по целевому направлению уже сформировался конкурс. Прием документов продолжается. На бюджетную форму обучения он продлится до 3 августа для выпускников девятых классов, до 12 августа для тех, кто поступает на базе 11 классов. Дольше будет идти прием документов на платную форму обучения и для получения профессионально-технического образования. Всю подробную информацию, в том числе о ходе приема документов, можно найти на сайте колледжа.